Продолжение следует... Слышал? Тяжко на земле работать-то. Жуть! Ну, я к гроту не пойду. Я быстро к старости, а потом обратно в замок. Проходите. Вам позволено. Слышал? В старом гроте, прямо тут внизу, тролль-людоед обосновался. Жуть! Ну, я к гроту не пойду. Я быстро к старости, а потом обратно в замок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стойте! Не проходите мимо! Что стряслось? Мою торговую лавку захватили. Это грабёж! Это... Это нападение! Да успокойся ты. И рассказывай подробнее. Я Доминик, купец Королевской торговой гильдии. Я вёл дела с Аделоном из Марцеллы. Возил для него товар. И часть всегда оставалась. И вот, наконец, вместе с Риком, местным жителем, открыли мы своё дело. С тем же добром. Оружие, снаряжение, свитки. Всё было хорошо, но на днях появился этот бандит, Фишер. Выгнал Рика и захватил нашу лавку. И хоть бы кто нас защитил! Тебя послушать, этот Фишер страшнее кистеня. Его здесь все боятся. Говорят, ему служат какие-то чудовища. Рик вот говорил, что есть у него средства от Фишера. Да куда-то он запропастился. А вы почему спрашиваете? Может, вы его прогоните? Обещаю вам щедрую награду. Даю честное слово королевского купца. Говорят, там под причалом возле лавки кто-то рычит. Уж не чудовищ ли каких там прячут? Может, не зря Фишера так боятся? Всё может быть. Буду иметь в виду. А вы с Риком поговорите. Я думаю, что на пару с ним вы одолеете Фишера. К тому же он вдвойне зол. Его любимый кот недавно отравился. Такая жалость. Я бы составил вам компанию, но куда мне в мои-то годы мечом махать? О боевой магии не обучен. Да и не люблю её. Да и пожить мне бы хотелось, если честно. Продолжение следует... Тролль обитал в гроте. Тролль обитал в гроте. Тролль обитал в гроте. Откуда я им столько достану? Можно попросить Доминика. Так он за тот грош и удавится. Говорят, у Рика есть какая-то заначка. Да пойди его уговори рассказать. Мыши еще эти проклятые атаковали. Откуда их столько взялось? Вот так мы тут и живем. А, лифт снова починили. Тролль обитал в гроте. Тролль обитал в гроте. Тролль обитал в гроте. Тролль обитал в гроте. И выбьем этого Фишера из порта. Я бы их принес. Да вот беда. Тролли там теперь обитают. Нам портован туда хода нет. Страшно. Ледяные элементали? Неплохое подспорье в бою. Уж точно лучше портовых грузчиков с дубьем. Может быть, про троллей пустые слухи и староста так говорит. Но проверять на своей шкуре я не хочу. Я не боюсь бандитов и злодеев всяких. Даже духов этих и сосудов. Но когда речь заходит о троллях или о мышах... Я так понимаю, мыши для тебя страшнее. Однако... Дальше... Продолжение следует... 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 Картина нашлась. Недурно замечу. Я вам так благодарен! Мои картины, они мне как дети. Не могу терять их. Они самое ценное, что есть в моей жизни. Могу лишь позавидовать. В моей жизни не было даже картин. Тем более, что у меня скоро выставка. Прямо в Марцеле, в городском парке. Продолжение следует... 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 Приходите с табулой. Ваша награда будет ждать вас. Приходите с табулой. Взяла уже чумную маску? Не взяла. А зачем она мне? Как это зачем? Разве не слышала? Приходите с табулой. Приходите с табулой. Приходите с табулой. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Ммм, получилось. Неужели этот день настал? Настал! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как и многие другие верные слуги короля, я стал жертвой клеветы. Враги заточили меня в собственном замке. Десять лет я искал способ спастись. Я научился дрессировать крыс, только они могли найти выход наружу. Одного из таких хвостатых посыльных вы и нашли. Кажется, его звали Арман. С тех пор, как мы виделись, вы сильно состарились, граф. Неужели я первая, кто откликнулась на ваше послание? Как корыстные люди! Никто не откликнулся, когда я взывал к справедливости, потом к жалости. Но стоило мне упомянуть о сокровищах. В подвале осталась лишь пара бутылок вина и заплесневелый сыр. Золото там вы не найдете. Но у меня остались клады и тайники. Одним из них я готов поделиться. Небеса! Воздух! Голова кружится! Сколько лет я ждал! Свобода! Но еще не все. Они заплатят мне. За все заплатят! Что теперь будете делать? Не думайте обратиться за помощью к своей родственнице, Гизелли. Не произносите это имя при мне! Будь она проклята! Она моя племянница. И да, замок теперь принадлежит ей. Никому! Никому нельзя верить! Думаю, мы еще встретимся. Поехали! Поехали! Продолжение следует... 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 Вам уже дали поручение. Что еще вы хотите? Мудрого наставления от одного из мудрейших советников короля. Вы же понимаете, что принц просит невозможного. В магафакторию попасть нельзя и точка. Уже который день я пишу письма Архимагу, и как вы думаете, на сколько писем он ответил? Королевский совет здесь бессилен. И законных путей в магафакторию нет. Хотя, раз принц не преклонен, то вам сойдут и незаконные. Но кто о них знает, кроме жителей магафактории? Вы еще здесь, мой замечательный друг? Почему? Я буквально вижу, как эти злодеи в масках готовят очередное покушение. Но на кого? На меня? На принца? Скорее, остановите их! Уж вы-то должны понимать, как это важно. Для меня важна моя свобода, Монтье. Ради нее придется побыть ищейкой, так тому и быть. Королевский совет уверен, что ваши усилия помогут нам навести порядок, унять раздоры и привести Нострию к единству. Что-то еще? Я бы хотела получить грамоту, которая подтвердит мои полномочия на заставах у магафактории. Боюсь, я не смогу вам помочь. Со времен Максимуса архимаги подчиняются лишь королям. Если Кей Торн решил закрыть магафакторию на карантин, то ни я, ни королевский совет не в силах отменить его решение. Чтобы пройти карантин, вам нужна грамота с личной печатью короля. Отец идет на поправку, но... Вы шутите, мой принц? Вы даете мне поручения, которые невозможно выполнить? Обратитесь за советом к беженцам или к вашему пленному духу. Может быть, они смогут подсказать вам дорогу на Монпатри. И постарайтесь действовать не слишком вызывающе. Конфликт с архимагом нам сейчас ни к чему. Продолжение следует... Осторожней! Вы помяли мой... У меня вести для короны из Мерселина. Можете мне доложить? Я личный оруженосец принца Адриана. А, это вы? Тревожные новости, господин оруженосец. Всю страну держит в страхе мерселинский зверь. Огромный волк, не знающий жалости. И что же, целая страна охотников не может одолеть одного волка? То непростой волк, господин оруженосец. Это колдовская бестия размером с крестьянский дом. Месяц назад чудовище стало нападать на скот. Затем разорило деревеньку Ферран, убив всех жителей. А совсем недавно оно растерзало жену графа Мерселина на пути из Мерсифорта в королевскую землю. После гибели жены граф Ульрик объявил всеобщую облаву на кровожадного зверя. Но пока охотники на лесных тропах находят только свою смерть. И что же вас привело сюда, в Марселлу? Граф Ульрик отправил меня с просьбой. Пришлите к нам мага Зверолова из Ордена Магов. Самого лучшего, какой есть. А то и пару. Двух-то зачем? И где ваши маги? Придворного мага Ульрика больше нет. Он пропал в волчьем лесу. Мы знакомы? Осторожнее, вы помяли мое платье. Слыхал, что в Риквилибер приключилось. Это деревня, которую дворфы Кардага разорили? Ты путаешь. Это Аметвиль, и он во Фростгарде. А Риквиль — это деревушка между Марселлой и башней магов. Там дела еще хуже. Аметвиль дворфы разорили. Ну, это понятно. Эти создания дикие и необузданные. Как ростом невелики, так и умишком коротки. А Риквили разорили местные стражники. Представляешь? Да какие же это стражники тогда? Небось, переодетые разбойники. А я слыхал, что-то жители взбеленились и напали на местное ополчение. Да кто эту черни разберет? Давайте лучше обсудим последнюю книгу Флавия Острослова. Читали? «Песни в пучинах безумья». Очень интересная вещь. Такой слог, такие аллегории. Вы куда-то спешите? Господин Монтье. Прекрасная, прекрасная речь. А это, послушники, изображение первого архимага Навидиса. Кто знает самое великое изобретение, оставленное нам архимагом? Цитадель Магнуса, в которой мы сейчас? Здорово! Навидис не двор, Фзочи. Стелла путешествий? Его рук дело, но это мелочь. Рунический алфавит? При всем уважении к архимагу, руны эти древнеэльфийские. Астральные идеальные миры для экспериментов? Достойно, но нет. Башня магии? Близко. Но ее возвели при втором архимаге Санквине. Проект Эрб. Тайная лаборатория с химерами. Это поклев. Ее не существует. Навидис не проводил эксперименты на людях. Корона власти, с которой Максимус завоевал всю Нострию. Очень близко, но нет. Величайшее изобретение архимага Навидиса. Школа магии. В начале эпохи процветания Навидис занимает Септипалатус. Там он создает открытую для всех школу магии. Выпускники школы делают Нострию поистине великой и могущественной. И Санквин, и Альберин, и Кейторн, и я все учились в этой школе. Вы знаете, что толкать мага опасно? Ой! Позвольте спросить. А слыхали ли вы, барышни, историю про Агальбарак? Уважаемый господин Монтье, а вы уже знаете что? Или это какой-то из драконов-тиранов прошлого? Вечно в их мудреных именах путаюсь. Ни то, ни другое, барышни. Агальбарак... Это воистину циклопическая постройка древности. Потому что построили ее... Как вы думаете, кто? Циклопы. Сейчас циклопы измельчали. Какого ни возьми, дикие горные дурни. А вот раньше они знатными строителями были. Почти как мы. И вот однажды их царь, который очень плавать не любил, возжелал построить мост. И а вы какой? А соединяющий континенты. Мост от Фростгарда до Нострии. Все между семь лет трудилось тысяча циклопов. И возвели они о Гальбарах. Мост большой воды. В переводе с их языка. Когда циклопы захерели и погрязли в междоусобицах, тролли заселили Великий мост и грабили проезжающих. С тех пор принято считать, что тролли любят мосты. Но нет, не любят. Они его в конце концов изрыли своими норами, и он обрушился. Теперь от него остались только остовы башен посреди моря. Вот это история. Расскажите еще что-нибудь. Господин чиновник, позвольте представиться. Я мастер Кру, глава торговой гильдии Флостера. Опять вы? Я очень занят, простите. Позвольте. Нет, не прощу. Вы должны ответить на мое прошение. Я подал его по всей форме. Со всей дюжиной сопроводительных бумаг и разрешений. Прошло уже полтора месяца, а ответа все нет. Я же доставил к вашему дому 15 фунтов серебра. Как мы и договаривали... Тсс, не так громко, мастер Круман. Нет, я буду кричать на весь тронный зал. Где наши льготы на беспошлиную торговлю с Элиром и Малуком? Вы понимаете, мастер Круман, мы не можем дать вам такую льготу. Это отчего же? Ну, во-первых, море там неспокойное, кишит пиратами и гоблинами. Военные корабли не могут сопровождать вас бесплатно. Ну, а во-вторых, если предоставить Флостеру право беспошлиной торговли, то оттуда недалеко и до статуса вольного города. Этого Короне хотелось бы избежать. А если я прикачу к вашему дому телегу золота? Вы знаете, Корона может и передумать. И вот это я понимаю. Хороший государственный чиновник. С вами Нострия будет великой. По рукам. Верные подданные короля, именем его Королевского Величества, Короля Клавдия, ловителем москвы. Да, кстати. Известно ли вам что-нибудь о... Он же доказал его? Он же доказал его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok